здравствуйте давайте приступим к лекции на прошлой лекции мы с вами занимались выводом кинетического уравнения для волн и все принципиальные моменты рассмотрели после этого значит завершение этого вывода технические моменты были рассмотрены на семинарах значит тем кто на семинаре почему-то не был значит сообщаю что этот вывод присутствует в двух из рекомендованных учебниках а именно значит в книжке векштейна физика сплошных средств задачах и также заславского сагдеева не введение в нелинейную физику во втором случае этот вывод сделан для газа фанонов не не фотонов как не для вот этого не для оптики а для акустики но в принципе разницы никакой нет и на ли на семинарах и также в этих книжках выводится финальная форма этого кинетического уравнения напомню что нк т это значит число квантов или соответствующим образом нормированный вот нк т это все равно что амплитуда к т по модулю в квадрате при нашей нормировки где амплитуда значит волнового пакета длиной волны с волновым вектором к квадрат амплитуды значит нк т с точкой или скорость изменения числа квантов словно говоря равен был получен в таком виде нк с точкой равняться их интеграл по всем полном вектором к штрих умножить в к к штрих по модулю в квадрате в как а штрих это матричный элемент за их трехволнового взаимодействия который естественно зависит от того вектора к которому относится вычисляемая нк с точкой и вот этого к штрих всех все остальные к штрих дальше стоит дельта от дельта омега и умножить на такую скобку нк штрих нк минус к штрих минус нк нк минус к штрих значит это вот финальное выражение для этого кинетического уравнения поскольку у нас кинетический вывод делался для случая однородного однородной турбулентности то есть для однородной среды которая к тому же еще было постоянного времени то естественно в левой части этого кинетического уравнения стоит только нк с точкой а справа стоит значит то что в кинетике газа называется интегралом столкновений тут это тоже какой-то интеграл по распределению вот значит плотности энергии по этим волнам вот который описывает взаимодействие трехволновых результат трехволнового взаимодействия этих волн друг с другом или результат рассеяния волн друг на друге счет естественно значит вот как в процессе вывода так и к результату еще есть вопросы вот сейчас значит вот один из возможно значит эти вопросы заключаются в следующем по крайней мере в моей группе в процессе вывода использовались снова соотношение менли-роу которые но в таком виде да вот в виде соотношение симметрии между матричными элементами то есть в к к штрих почему-то равен в к к минус к штрих а в к к штрих также почему-то был равен минус в со звездой к штрих и к то есть вот эти вот соотношение симметрии между матричными элементами они с ними мы уже встречались в соотношениях менли-роу для уравнений бламбергена там я помню я тоже было соотношение типа в 2 равняется в 3 и почему-то равняется минус в 1 со звездой то есть в 2 равная в 3 это вот это соотношение ну и они связаны свой один таким вот образом значит это первый вопрос который я сейчас хочу осветить дополнительно и второй вопрос это что что мы дальше можем делать с этим уравнением и зачем оно нам собственно нужно ну вот по порядку начиная давайте начнем вот с этим с этого значит уравнениях бламбергена было показано что вот эти соотношения или свойства симметрии коэффициентов матричных связаны с тем что сохраняются числа квантов да вот в этом уравнении у нас число квантов обозначено буквой nk то есть соотношение менли-роу будут выглядеть таким образом нк т плюс нк штрих равняется c1 нк т плюс нк минус к штрих равняется c2 и соответственно нк штрих минус нк минус к штрих равняется c2 минус c1 да то есть вот можно поверить что такое соотношение действительно имеет место но спрашивается откуда взять вот это в квантовой механике понятно откуда а в нашей значит физики классической физики сплошных сред тоже имеется довольно такое логичное основание почему бы это можно было написать это логичное основание называется закон сохранения импульса как ни странно вот значит вспомним третий курс физику сплошных сред которые вы проходили и на ней был вывод в ней был вывод значит импульса волны одной гармонической волны которые обозначим pk где k волновый вектор этой волны и это выражение было получено в таком виде k поделить на омега к умножить на wk где k это волновый вектор омега к это соответствующее по дисперсионному соотношению частота этой волны а дубль в маленькая к это плотность энергии то есть в том выводе вот это была плотность энергии а вот это был была плотность импульса то есть на единицу объема приходящиеся на единицу объема в нашей задаче мы имеем дело значит со средой большого объема и вот это значит полное число квантов во всей этой среде поэтому привязаться вот к этому выражению мы можем только проинтегрировав по всему объему если мы проинтегрируем по всему объему то получится что значит полный импульс волны с этим волновым вектором будет равен то же самое к на омега к поскольку у нас среда однородная то в ней и к сохраняется омега к одно и то же но здесь будет соответственно дубль века которая в нашей нормировке известно что дубль века это просто пропорционально н к с каким-то коэффициентом значит вот этот то что мы знаем значит когда выводилась вот эта формула на третьем курсе там приговаривались такие слова что это мы берем строго одну волну если мы возьмем две волны то там поток импульса не поток прошу прощения плотность импульса будет содержать не только вот это слагаемое и не только еще одно слагаемое для второй волны но и перекрестные члены и поэтому все будет плохо поэтому значит вывод был только для одной волны однако если мы проинтегрируем перекрестные члены по всему объему а перекрестные члены содержат экспоненту в которой стоит значит разность волновых векторов числителя значит проинтегрировав эту умножить на координату интегрировав по всему большому объему эти биения стремятся к нулю поэтому значит вот так в таком проинтегрированном виде полный импульс среды равен сумме вот таких вот импульсов волн ну или интегралу пока значит и закон сохранения энергии мы тоже имеем право написать не прошу прощения импульса мы имеем право написать для вот этих трех волн которые у нас участвуют в таком трехволновом взаимодействии и этот закон сохранения импульса будет естественно иметь вид п большое к то плюс п большое к штрих плюс п большое к минус к штрих при взаимодействии значит должен сохраняться понятно да что но это тоже естественно вектор а все это векторная сумма это тоже вектор так ну а теперь воспользуемся вот этой формулой и посмотрим что получится получится что дельта константа естественно не меняется при взаимодействии значит к делить на омега к на н к плюс к штрих на омега к штрих н к штрих плюс к минус к штрих на омега к минус к штрих должно равняться нулю теперь соберем вот эту вот это на самом деле сумма двух векторов да та часть которая относится к к вот прибавим сюда которая к к штрих вот сюда то есть фактически мы вот этот вот внутренний вектор разложим по двум составляющим в направлении к и в направлении к штрих получится дельта вот такого вектора к умножить на н к делить так а вот здесь я допустил ошибку вот сюда надо написать омега к омега к штрих омега к минус к штрих то есть у нас нормировка плотность энергия волны была числу равна числу квантов умножить на омега к соответственно вот здесь появляются эти омеги которые благополучно сокращаются кто-то с этим знаменателе это тоже так значит н к т минус н к минус к штрих плюс к штрих так только не минус здесь плюс пока штрих тут будет н к штрих минус н к минус к штрих все это должно равняться нулю но теперь вектора к и к штрих значит это какие-то заданные вектора которые направлены в разные стороны вообще говоря но следовательно при взаимодействии они точно не меняются но можно сказать что поскольку они направлены в разные стороны то по отдельности изменения вот этой суммы и вот этой разности должны быть равно нулю то есть мы получили что дельта от н к минус н к минус к штрих должно равняться нулю и дельта вот н к штрих плюс так вот здесь вот прошу прощения плюсов 10 минус минус н к минус к штрих равно нулю теперь смотрим сюда и видим что мы получили вот это выражение второе третье выражение да отсюда следует вот это вот эта константа и вот эта константа таким образом соотношение менли ру являются следствием закон сохранения импульса если нашей системе выполняется выполняется соотношение номеру а следовательно выполняется вот эти условия симметрии матричных элементов которые были необходимы для выбора вот этот третий и первая строчка в этих соотношениях номер ром она получается суммы вот этих зависит так что с первым пунктом разобрались ну и вы так соответственно запомните что соотношение номер ром в классическом случае электродинамики сплошной среды является следствием за консистерами минус уравнение для вас что можно сказать про решение этого уравнения распределение энергии поливания по степеням свободы является стационарным решением что означает равно распределение энергии по степеням свободы вот у меня в энергии написано НКОМК то есть НКОМК равное константе так вот равно раз и и константе константе то есть не зависит от Х да от произведения при всех Х одинаково если зависимость НКОМК именно такая то есть констант определенный на НКОМК то правая часть того уравнения обращается в ноль это означает что НКОМК с точкой тоже ноль значит это распределение является спорциональным решением этой системы уравнения при НКОМК значит второе утверждение заключается в следующем что энтропия этих волн возрастает ну значит чтобы долго не копаться с этим что такое энтропия можно перекормулировать другим образом утром что у них интеграла ВУДК для алгоритма НКОМК а алгоритма НКОМК в правом м утром до Значит, это, ну, вот это вот, собственно, изменение тропии во времени. Значит, доказывается это довольно просто, доказательство имеется в учебнике, значит, задачнике Люкштейна, и равенство достигается только на вот этом вот распределение. Равное распределение там не будет, потому что эмпанты от времени не зависят, а все остальные распределения, значит, релаксируют вот как-то. Ну, и наконец, ну, это вот как бы термодинамика, да, для этих волн выполняются, так сказать, основные соотношения термодинамики. Есть какое-то равновесное распределение, и система релаксирует к этому равновесию. вырастания внутренней тропии. В тропии линейных моделях уравнение немножко усложняется. Дело в том, что в таком виде, в простом, это похоже на уравнение диффузии без источника или уравнение теплопроводности без источника. То есть правая часть нашей волны перемешивает, левая часть описывает, как при этом меняется распределение. Вот. Вот. Но в реальных задачах обычно имеются источники волн, да, какие-то. и, значит, и сплухание этих волн и каких-то параметров. Вот. Значит, чтобы это промоделировать, используются, значит, некоторое дополнение к этой модели, основанное на линейной динамике числа квантов. То есть вот уравнение было выведено для прозрачной среды, в которой энергия сохраняется. Вот. А предположим, что у нас, значит, при каких-то К кванты поглощаются, а при других К, наоборот, рождаются. Значит, наиболее распространенный вариант, когда это происходит, это, значит, в случае линейной устойчивости и линейного затухания. Значит, если у нас есть линейная неустойчивость или затухание, то тогда энергия волн с полного вектором К в линейном протяжении будет меняться по формуле 2 гамма хатая на гуглу ВК. Если он больше нуля, декремент, если меньше нуля. Почему 2? Ну, потому что если амплитуда меняется как есть и не гамма Т, то, естественно, W, которая профессиональная квадрата на амплитуде будет, то есть не 2 гамма Т. Ну вот. Соответственно, можно рассматривать модель, в которой вот этот гамма К каким-то образом зависит от К. гамма К. И неустойчивость в каком-то диапазоне для линейного волн, возможно. Здесь вот неустойчивость. А короткие волны почему-то затухают. И здесь тоже. Ну, опять, я в качестве примера рисую какую-то вот конкретную кривую, вот этой линейной, решение линейной задачи от устойчивости и неустойчивости. Вот. Ну, она может выглядеть как-то совсем по-другому. Может стоять один какой-то там, при какой-нибудь конкретной длине волны накачка, при других затуханиях или еще как. Ну, вот. Допустим, так. Что означает? Это означает, что вот здесь у нас кванты рождаются, здесь они теряются. Если никакого взаимодействия между квантами нет, то тогда у нас получится следующее, что вот здесь, в этом диапазоне линвол, у нас амплитуда колебаний будет экспоненциально нарастать, а здесь у нас никаких колебаний не будет вообще, потому что они затухнут у нуля. Все начальные колебания, да? Все кванты потеряются. Но если мы посмотрим на это уравнение, оно нам говорит, что на самом деле будет из-за трехволнового взаимодействия энергия из вот этой зоны будет перекачиваться сюда. И здесь она будет диссепировать вновь из-за линейных слаганов. то есть я могу попробовать сравнить вот это выражение, определить его на линейных слаганов в правую и левую часть. в правую часть вот тут, то что написано сверху. то есть в озеленение модель заключается в следующем. Я пишу, что ринкатая равняется 2 гамма кафе на кафе плюс то есть ринкатая. СТ это значит, что он тот весь интеграл. Имеет, ну, я в таком виде написал, интеграл совпадения для частиц. Это и позилинейная модель. Если забыть про вот этот источник, то получается точное генетическое уравнение для ООН. Если, значит, его вставить, то вот это и есть плази линейного. Как бы, в чем тут приближение? Приближение в том, что, на самом деле, если у нас есть волновая турбулентность, то мы линейной этой задачей не очень хорошо можем пользоваться, да? Потому что, что значит линейная? Линейная, значит, мы взяли равновесие, которого никаких нет, и нашли там вот этот инкремент или декремент, да? Для волны маленькая амплитуда. Но, тем не менее, значит, вот эта модель, она используется и работает довольно неплохо в некоторых ситуациях. Значит, ну и что она опишет вот в этом случае? Тут она. У нас какой-то спектр. Война линейная модель позволит нам написать зависимость нката от х, которая будет выглядеть каким-то образом вот таким-то. то есть в этом диапазоне будет расти количество нката, и с течением времени сюда будет перекачиваться энергия. Здесь тоже будет неравное количество планов поливаний. Ну и таким образом можно найти спектр, да? Вот формально я никакую конкретную задачу не решаю, но я хочу сказать, что если взять, задаться видом гамма от К, решить каким-то способом вот это уравнение, вот с этим заданным гамма от К, то можно в результате получить спектр стационарный, да? То есть что будет, какие поливания в этой системе будут наблюдаться, если там есть неустойчивость, то с такими характеристиками и трехволновым взаимодействием, которое обеспечивает рассеяние. Вот такие модели используются в различных системах неустойчивых со слабой волновой турбурности. Напомню, что слово «слабая турбурентность» означает, что при вот этом, вот эти решения, решении этой системы, вот это вот, в частности, решение, да, должно оставаться в пределах определенной амплитуды по НК. Она не может расти большой амплитуды, потому что при выводе мы использовали приближение малости амплитуды вон, да, что правая часть маленькая. Если решение окажется растущим, неограничено там, или ограничено какой-то большой причиной, то тогда означает, что наши исходные предположения не согласуются с результатом. Придется искать другой метод решения. Вот так. На этом мы вопросы с линейной оптикой и слабой турбурентностью заканчиваем. И переходим к следующему разделу курса, который называется кедродинамика. В кедродинамике нелинейность является сильной. Она имеет специальное название нелинейность кедродинамического типа, но она совершенно точно не позволяет строить модели слабой турбурентности, как в линейной оптике или акустике. Давайте вспомним уравнение диагоги гидродинамики, которое, опять же, проходили. Смотрите, вот по всем. Уравнение риллера, мы видим вот так, ОДВ, КДТ, равняется минусу и деградность П на плюс ПП. ДРО – это плотность жидкости, В – это скорость жидкости, В – это давление. Второе уравнение – это уравнение жидкости, ДРО – это ДРО – это деградность, В – это давление. И третье уравнение – это уравнение состояния. Вот, в частности, бывает уравнение типа П равное П от РО или какие-то другие. И где здесь нелинейность? Собственно, наш курс называется Нелинейный процесс. Винильный процесс в гидродинамике, если говорить в чистом виде, то это звук. Для того, чтобы звук получить, нам нужно эту систему линеризовать, и тогда получается гиперболическое уравнение для возмущения плотности и давления и скорости. Естественно, в этом уравнении имеются линейные волны, звуковые волны, которые распространяются с постоянной скоростью. А вот и линейность, собственно, гидродинамическая линейность, она спрятана вот в этом вот слагаемом, которое есть во всех гидродинамических моделях. В модели может не быть Ж, В, в ней может не быть В, но вот эта вот часть, она всегда есть. Мы вспомним, что же это такое, что это за полная производная? Частная производная. Даже если В совсем маленькая, то вот этим вторым слагаемым можно пренебречь, и тогда модель линейная. А вот если были конечные величины, то как раз вот это вот гидродинамическое. гидродинамическое. Значит, вообще говоря, в этих гидродинамических равнованиях это не единственный линейный. является также и вот эта зависимость. И так, если я напишу гидродинам, гидродинам Второе выглядит немножко иначе, но по сути они похожи. Это нечто совсем другое, чем электрическая проницальность второго или третьего порядка, с которым мы встречались в нелинейной оптике. И нелинейность самих уравнений динамики, опять же в оптике там сами уравнения динамики это были уравнения массовые, но они в принципе линейные, честно, линейные это абсолютно, это любая амплитуда, за исключением материального уравнения, в котором собственно вся нелинейность и была. А здесь сами уравнения динамики нелинейные, и на практике это приводит к тому, что система, даже если мы ее начали с какого-то небольшого, небольшой амплитуды, измущения, все равно за конечное время она доходит до такого состояния, что вот эта нелинейная слагаемость становится большим. то есть построить модель слабой турбулентности и сказать, что нелинейность у нас слабая, если мы эту модель построим, она у нас будет работать в конечное время от начального состояния. Понятно, что вот это вот ограничение по времени, оно очень неприятное и хочется найти какой-то другой вариант решения проблемы. Не идти от слабой нелинейности, а пытаться решить сразу задачу сильной нелинейностью. Считать, что вот эта поправка имеет произвольную амплитуду. Причем то, что я сказал, относится даже к звуку. Вот, казалось бы, мы знаем, что есть линейные волны, которые представляют собой звук, да. Результат линеаризации этой системы, когда вот этот выкротвой выкинули, сказали, что нет. А вот только что я сказал, что такое решение будет работать только в конечный промежуток времени. Понятно, что чем меньше амплитуда, тем дольше это будет работать, но все равно любой звук конечной амплитуды за конечный промежуток времени становится нелинейным. И вы с этим сталкивались в реальной жизни. Вот, в частности, на вокзалах там стоят мощные динамики и слушаете вы их с большого расстояния. И наверняка вы заметили, что понять, что там говорит этот динамик, иногда бывает невозможно. И это связано не с плохой дикцией того, кто там сидит за микрофоном, а с объективной реальностью. Потому что, с одной стороны, амплитуда довольно большая, а с другой стороны, звук от динамика до вашего уха проходит большое расстояние, то есть проходит большой промежуток времени. И форма этого звука из-за нелинейности успевает исказиться на величину порядка единицы. И вот, соответственно, вот так получается, что эта нейтродинамическая нелинейность, ее нельзя игнорировать. Ее можно игнорировать на каких-то вот специальных задачах. А если мы хотим всю, либо на большом промежутке времени, либо с большой амплитудой, то придется учитывать эту реальность. То есть найти какое-то стационарное решение для этого звука не получается. Это первое свойство. Второе свойство, что когда эта нелинейность становится большой, в тот же самый момент включается также и, значит, очень много других эффектов. В частности, диссипация начинает срабатывать на этом нелинейном звуке, дисперсия. Ну, связано это вот с чем. Понятно, что пока нелинейность маленькая, можно рассматривать это как трехволновые взаимодействия. И это трехволновые взаимодействия приводит к тому, что начальный синусоидальный звук распадается на какие-то другие гармоники. И если мы подождем достаточно долго, то среди этих гармоник появляются такие, которые, скажем, вообще в ультразвук ушли и там затухли. А какие-то, ну, получаются там с такой или иной волной, при которой скорость распространения не та. Начинает сказываться дисперсия. Поэтому, вот, значит, гидродинамическая нелинейность, она обладает таким существенно другая, чем для галактики или акустики в галактике. И у нее есть еще одна особенность. Ну, первое – это ее не устранение. Второе – это то, что она оказывается интегрированной. Значит, с этим мы сталкивались, ну, собственно, это вот здесь и написано. То есть, вот, казалось бы, вот это вот сложное нелинейное поражение почему-то можем записать вот в таком простом виде. ДВХ ДТ. Интегрированность происходит путем замены переменных, но оказывается, что эта замена переменных становится сингулярной за конечное время. Вот и в этом как раз и проявляется вот эта самая нелинейность. Теперь давайте я покажу, что это за замена переменных. Давайте приступим. Итак, значит, вот эта замена переменных называется координаты Лагранжа. Координаты эти довольно простые. Мы по физике своей определены, они следующим образом. Пусть движение нашей жидкости началось в момент времени t, равное нулю, или в момент времени t0, и каждой капельке жидкости, которая находилась в момент времени t, равное нулю, припишем координату r0. Да, вот просто координат, радиус вектора r0, это координата жидкой капли в момент времени t, равное нулю. И в дальнейшем будем описывать нашу систему с помощью такой пары координат r0 и времени t. вот эллеровые координаты, это вот Лагранжево, а эллеровые это r и t, да. То есть привычные вам координаты это r, t. В данный момент времени, в данной точке мы измеряем какие-то параметры. Значит, координаты Лагранжа, это значит, если я взял и измерил, значит, параметры в данной точке, я должен отследить ее путь с начала движения и таким образом найду вот это r0, да. То есть вот эта r0, она навсегда приклеена к капле жидкости. Вот, значит, капля куда-то потекла, переместилась, нагрелась, остыла, что-то с ней произошло, но r0 у нее навсегда. Вот это вот ее метка, метка капли жидкости. Причем метка, которая вот по физическому смыслу это просто ее координата в начальный момент времени. Ну, а время одинаковое, что в этой системе координат, что в этой. И что тогда получится? Вот в этих координатах Лагранжа как будет выглядеть гидродинамическая нелинейность? Ну, собственно, понятно, потому что вот эта Лагранжево-производная, если вы помните, да, и определена на как? Вот это вот ДВПДТ, это ускорение жидкой капли. То есть это как раз ДВПДТ при r0, равное константе. Поскольку вот r0, это как раз данная капля. То есть вот эта вот сложная производная Лагранжевая, это просто частная производная вот в этих вот Лагранжевых переменных. и сама скорость тоже это ДВПДТ от r минус r0, правильно? Если, значит, скорость это данной капли, следовательно, это все тоже взято при постоянном r0, да? ДВПДТ, это вторая производная от r по t частная при постоянном r0. Ну, поскольку при постоянном r0, то r0 здесь не дифференцируется, да? А дифференцируется как раз r. Вот, и отсюда мы получаем, что основной неизвестной функцией, которую мы вот в этих вот координатах Лагранжа должны исследовать, оказывается функция r от r0 и t. Вот это вот неизвестная искомая функция. Ну, собственно, когда мы ее нашли, то это означает, что мы нашли, как жидкость двигалась все это время, куда каждая капля приплыла. Вот. Значит, самая простая модель с гидродинамической нелинейностью – это модель жидкости без давления, ну и без g, да? или уравнение Хопфа. Уравнение Хопфа, которое вы проходили уже несколько раз, скажем, на математической физике. Значит, вот это уравнение dv по dt, равное нулю, превращается в d2r по dt квадрат, равное нулю, и сразу же находится решение. r равняется r0 плюс v0 на t. Казалось бы, вот было нелинейное уравнение, а мы раз его решили с помощью замены переменных. Значит, вот это v0 – это какая-то константа, которая зависит от начальных условий, да, начальная скорость. Значит, она тоже должна зависеть от r0, естественно. Ну, или может зависеть от r0. Ну, и в этом решении подразумевается, что начальный момент времени – это t равное нулю, да? Чтобы при t равном нулю r равнялся r0. Ну вот. Значит, а где же за кавыка? Где вот эта вот вся суровая нелинейность, которая неустранимая, которая куда-то… Вся система заруливает в такое состояние, где эта нелинейность сильная. Но здесь ничего этого не видно. Выглядит это всё очень хорошо, гладко и так далее. Вот. Значит, мы должны вспомнить, что уравнение Хопф – это не единственное уравнение гидродинамики. Там есть ещё уравнение для плотности. Вот это. И было бы неплохо его тоже рядом написать. Что происходит с плотностью, когда r вот так вот меняется? Чтобы оценить, собственно, силу этой нелинейности и что там с жидкостью происходит. Давайте посмотрим. Ну вот проще не преобразовывать математически это уравнение непрерывности, а заново его вывести в новых переменных. Значит, уравнение непрерывности – это, по сути, свой закон сохранения массы в маленьком начальном объёмчике. Вот пусть у нас была начальная капля, имела объём dv0, и координата у неё была r0. Значит, с течением времени этот объёмчик куда-то уплыл и изменился по величине. Ну, потому что жидкость сжималась, растягивалась, стал объём dv. Ну, естественно, радиус-вектор стал r. Ну, собственно, мы выводим уравнение непрерывности или закон сохранения числа частиц. Это означает, что если я возьму ρ0 и на dv0, это число частиц в начальном кубике. Значит, этот кубик поплыл, капля поплыла куда-то, и это всегда одна и та же капля. Значит, в ней количество вещества одно и то же. Значит, это должно равняться ρ на dv. Вот. Следовательно, в каждый момент времени ρ, значит, от r и t, в координатах Лагранжа, от r0, t, да, равняется ρ0 поделить на dv по dv0. Значит, dv по dv0 – это то, что называется якобианом преобразования. g, который равен dv по dv0, g, значит, вот этого преобразования от r0 к r. То есть мы взяли наши точки, маркировали, значит, как r0, потом как r. Ну, или можно написать там, скажем, d3r поделить на d3r0. Ну, по-всякому, по-разному. В одномерной задаче dv по dv0 просто dx по dx0, да? В одномерной задаче. Значит, что можно сказать? Что, во-первых, уравнение непрерывности в координатах Лагранжа тоже полностью проинтегрировалось. Вот здесь, вот в этом, это вот, собственно, и есть. Уравнение непрерывности в координатах Лагранжа оно не содержит никаких производных по времени. Это означает, что оно просто полностью проинтегрировалось. Мы нашли уже в интегральной форме это уравнение. То есть, тут dp dt нет. Вот тут вот есть drp dt, а здесь нет. Ну, вот, и давайте посмотрим, вот, собственно, с учетом вот этого уравнения непрерывности, на вот это решение, которое, уравнение Хопфа, которое мы нашли. Нарисуем начальное состояние. Вот здесь вот r, здесь v в виде синусоида какой-то возьмем. В начальный момент времени, в времени t равное нулю, да, распределено v от r выглядит вот так. Значит, попробуем понять, что происходит в соответствии с вот этим вот решением с последующие моменты времени. Ну, первое, что можно сказать, что вот это уравнение, оно, собственно, говорит, что скорость v равняется v0 для каждой капли в любой момент времени. Значит, вот капля, которая находилась вот здесь в момент времени t равное нулю, значит, в соответствии со своей скоростью сместится в какое-то, через время, дельта t куда-то вот сюда. И у этой капли останется, ну, в другое r, да, останется та же самая скорость. Поэтому я нарисовал по горизонтали. Значит, капли, у которых была меньше скорость, сместятся меньше. Капля, которая имела нулевую скорость, вообще никуда не сместится. Ну, в соответствии с вот этим вот уравнением. Значит, новое решение через время дельта t пройдет через вот эти вот капельки, которые тут нарисовал. Значит, капля с самой большой скоростью сместится максимально. А вот эта капля не сместится вообще опять, у нее скорость-то ноль. Вот, соответственно, ну, можно нарисовать вот эти вот смещения. Снова здесь тоже. Нарисовать какой-то такой вот график. Здесь все получится симметрично, потому что смещение в обратную сторону. Скорость v имеет другой знак. То есть вот эта вот зависимость v от r через время дельта t. Если мы подождем еще, то решение станет вот таким. И это совершенно явно решение, которое не соответствует исходным предположениям. Потому что если я вот здесь вот возьму значение, то у меня получится, что при одном ряду три значения скорости. Между тем, при выводе уравнения гидродинамики предполагалось, что скорость в каждой точке все-таки одна, а не три. Это означает, что где-то в промежутке между начальным состоянием и вот этим гидродинамика перестала работать. Не только там какая-то нелинейность стала сильная, а вообще вся гидродинамика перестала работать. Наша модель стала неверной. До того дошла тема. До того дошла тема эта же модель стала двигательнее. Вот этой гидродинами. Ну и даже мы можем понять в какой момент это произошло. Это произошло в момент, когда вот здесь была вертикальная производная. Сначала вот она называлась опрокидыванием. Вот этот процесс называется опрокидыванием волны. Потому что напоминает то, что происходит с морской волной, когда она на берегу бегает. Ну вот, значит, через какое-то время штык происходит опрокидывание волны. Значит, как это момент времени решать, нахарпить? Это будет все происходить на семинарах. Но здесь я хочу подчеркнуть принципиальный момент. Значит, что это опрокидывание происходит всегда в какой-то одной точке. И в какой-то первый момент времени, после начала всего процесса. Значит, если оно происходит вообще. И после этого, значит, уже ничего не работает. То есть, чтобы найти момент опрокидывания, надо найти не только момент, но еще и точку, где это произошло. То есть, в самый ранний момент времени. То есть, вот этот штрих, это минимальное время, которое необходимо, чтобы хотя бы в одной точке модель перестала работать. Значит, вот, что это за ситуация, да? Вот, что вертикальная производная здесь, на профиле скорости. Значит, скорость это у нас V0 от R0. Значит, когда вертикальная производная, значит, одной и той же точке соответствует несколько значений V. Это может быть в том случае, если DR0 по DR равняется бесконечности. Ну, или вот DV, да? Вот это у нас DV по DR. Это все равно, что DV по DR0 на DR0 по DR. Значит, если это бесконечность, то это означает, что вот эта бесконечность. Или DR0 по DR0 равняется нулю, да? То есть, вот этот момент соответствует такому состоянию вот этого преобразования, R от R0, да, вот этого, когда якобиан обращается в ноль. В момент опрокидывания якобиан обращается в ноль, а плотность, соответственно, превращается в бесконечность. То есть, вот, значит, что мы получили? Вот это вот простое линейное во времени решение, оно развивается с течением времени, да, вот нормально все идет, но в процессе вот этого вот возрастания времени плотность в какой-то точке возрастает и достигает бесконечности. Вот так работает эта нелинейность. Ну и, конечно, в тот момент, когда она достигла нелинейности, бесконечности, это просто означает, что наше уравнение Хопфа не работает. Вот, понятно, что уравнение Хопфа по физике описывает распространение пыли, да, вот, где нет давления, вот, значит, в облаке пыли. Ну и, если мы пыль сожмем, то понятно, что там все-таки давление появится до бесконечности. Ну вот, значит, детали распространения пыли, когда там есть обрушение и так далее, это все будет на семинарах опрокидывания. А сейчас пойду дальше и замечу следующее, что такое же опрокидывание имеется и с ненулевым давлением, а именно в звуке. Значит, и чтобы это увидеть, имеется довольно простая одномерная модель, которая называется «Простые волны». Значит, вот что такое определение, почему они так называются простыми, это немножко позже, когда я все уравнения напишу, что именно называется «Простой волной». Но, значит, вот смысл следующего разделчика такой, что давайте попробуем посмотреть, есть ли вот такое же нелинейное опрокидывание в звуковых волнах, то есть, которые описываются вот этими гидродинамическими уравнениями, но с конечным давлением. То есть, уравнение ХОПФ – это нулевое давление. А теперь давайте посмотрим, может быть, давление ликвидирует эту нелинейность, но нет, оказывается, она сохраняется. Итак, напишем уравнение в виде ρ dv pdt равняется минус, прошу прощения, значит, dp pdx. То есть, вместо градиента я написал dp pdx, значит, одномерная модель. Все эти волны будут одномерными. Ну, поскольку задача нелинейная, отнюдь не всегда можно найти хорошие решения и простые. всегда приходится пользоваться какими-то ограничениями, чтобы это решение получилось простым. Вот, значит, вот это уравнение пилера для одномерного звука. Второе уравнение – уравнение непрерывности, которое вот там у нас написано. значит, ρ dx pdx 0. В таком виде его напишем, поскольку все это не линейное, одномерное. Ну и, наконец, последнее. я напишу, как p, равное p от ро, от ро, уравнение состояния. Ну и, в частности, значит, если это адиабата политропная, то это c ρ в степени гамма. То есть, большая часть выкладок будет годиться для любого p от ро, но конечный результат мы доведем до конечного результата конкретно для вот такой политропной адиабаты с показателем гамма. Так. Еще одно исправление я сделаю прямо сейчас. Значит, напишу, что это все эквивалентно дро, p, dt плюс d, ну, d, p, dx от ро, v. Значит, здесь вектор с от ро, потому что v у меня направлено по x. Ну, понятно, да, это то же самое. Так. Ну, ладно. Значит, теперь в чем, собственно, вот эта вот простота этих волн? Заключается в следующем. Значит, ищем частное решение. Это заведомо является системой уравнений, которая описывает волны в газе политропном. но мы ищем не все волны и не любые, а, значит, частное. Частное решение такие, что ро является функцией скорости. Ну, а из третьего уравнения будет следовать, что и p является функцией скорости. Не по отдельности, там, скажем, скорости, времени и так далее, а вот такая вот зависимость. Вот, собственно, вот это вот условие и является, вот, простыми волнами. То есть, вот, если мы найдем, а мы найдем такие решения, вот они называются простыми волнами. То есть, могут быть и какие-то другие решения, которые такому условию не удовлетворяют. Так, ну и теперь попробуем вот с учетом вот этого вот переписать нашу систему уравнений. Значит, первое уравнение будет ρ на dvpdt плюс v dvpdx равняется минус dppdx. Значит, поскольку p у нас зависит от ρ, а ρ зависит от v, то это я могу переписать как минус dp pdro помножить на dro pdv и на dv dx. Ну, потому что p зависит от ρ, ρ от v, а v от x. значит, второе уравнение вот это уравнение непрерывности. Здесь у нас dro pdt переписываем как dro pdv на dv pdt плюс d pdx pdx. dv pdx плюс v на dro pdx, который, опять же, переписываем как dro pdv на dv pdx равняется нулю. pdx. Смотрите, в результате подстановки вот этого вот того, что условие, что ρ равняется ρ от v, я оба уравнения свел к дифференциальным уравнениям, которые содержат только производные от v. Ну, то есть, как именно зависит V от X и T, описывается двумя уравнениями. Значит, для краткости введем обозначение. Значит, dP, pd, ρ, обозначим CS в квадрате. Как вы помните, с третьего курса это как раз и есть квадрат скорости звука, dP, pd, ρ. Но это является функцией ρ, поэтому, вообще говоря, этот CS в квадрат является функцией V в конечном итоге. Потому что это является функцией плотности, а плотность является функцией скорости. Какой именно функции мы с вами еще найдем в случае Адиабатта. Значит, если у нас Адиабатта, то все эти производные берутся как раз при постоянном. Вот, значит, второе обозначение это dROP и dV. Можно написать, поскольку знак того, что это обозначение, можно написать тождественно. Вот это вот ρ' просто обозначаем и все, чтобы покороче писать. Значит, переписываем уравнение, чтобы выглядело все это попроще. Значит, делим первое на ρ, получаем dVpdt плюс dVpdx умножить на такую скобку. Здесь, значит, v, вот это слагаемое, плюс, вот это CS квадрат. Вот это ρ', и здесь еще делить на ρ. Значит, ρ' поделить на ρ. И все. Равняется нулю. Первое уравнение так переписалось. А второе уравнение надо поделить на ρ', да, потому что вот здесь это стоит ρ'. Значит, получится dVpdt плюс, тут тоже dVpdx выносим. Значит, здесь ρ поделить на ρ'. Вот это ρ поделить на ρ'. Здесь ρ' сократится. плюс v тоже равняется нулю. Ну вот, значит, с такими системами работать опасно, потому что, по сути дела, два уравнения определяют одну и ту же функцию. Может оказаться так, что решение несовместно. Значит, как добиться того, чтобы решение точно было совместно? Надо, чтобы эти два уравнения совпали полностью. Правильно? Тогда решение будет единственное. Значит, решение существует, если выражение в скобках идентичное. если v плюс cs квадрат ρ' поделить на ρ' равняется v плюс ρ' поделить на ρ'. То есть, ну, по сути дела, это условие существования вот этих вот простых волн, да? То есть, если это не выполнено, то простых волн нет. Ну, а мы таким образом получаем, в этот сокращается, получаем соотношение на ρ' поделить на ρ'. Значит, ρ' поделить на ρ' в квадрате равняется единице на cs в квадрате. Ну, отсюда следует, что ρ' поделить на ρ' равняется плюс-минус cs, которая сама по себе зависит там от v, ну, или от ρ' в общем. Это какая-то функция, которая определяется третьим нашим уравнением. Так, значит, теперь берем вот это. Условие подставляем сюда, и у нас теперь получится два идентичных уравнения. Ну, поскольку идентичные, достаточно написать одно. Выглядеть оно будет так. dv pdt плюс, значит, ρ' рог ρ', это вот, вот оно там прямо и написано, плюс, значит, v плюс-минус cs на dv pdx равняется 0. Значит, это тоже есть функция v какая-то. Значит, домножим на величину у'', которая равняется dpdx от v плюс-минус cs. Ну, и обозначим v плюс-минус cs от v, рождественное, равное u. Тогда получится вот здесь, получится dv pdt, если я домножил, так, прошу прощения, мне надо не по dx, а по v. Значит, если я dv pdt умножу на dpdv от u, то получится dv pdt, а здесь получится dv pdt, а здесь получится dv pdx. В результате я получаю уравнение dv pdt плюс u dv pdx равняется 0. Уравнение хопфа. Но уже не для величины v, а для величины u, которая равняется вот этому. v плюс-минус cs от v. Значит, то, что мы писали выше для уравнения хопфа, абсолютно то же самое будет происходить и здесь, поскольку получилось снова уравнение хопфа, но просто для величины u, которая есть какая-то функция скорости. Значит, почему плюс-минус? Ну, потому что у нас может быть звуковая волна, бегущая в ту же сторону, куда, так сказать, мы измеряем положительное направление скорости v, а может быть звук, бегущий в ту сторону, куда мы считаем, что v, значит, знак скорости v отрицательный. Вот из-за этого возникает плюс-минус, да, то есть это речь о том, в какую сторону относительно положительного направления оси скорости мы направили нашу звуковую волну, только и всего. Вот. Ну ладно, то есть вот это как бы доказывает, что опрокидывание волн возможно также и в звуке, значит, при исследовании звука. Ну, осталось только выяснить, что же это за скорость cс от v. Если это какая-то сильно функция сложная, тогда может оказаться, что, ну, даже если u обращается, как-то плохо себя ведет, то, значит, с плотностью будет все в порядке, и в опрокидывании не будет ничего плохого. Вот. Но оказывается, что cс от v, значит, вообще функция линейная. По крайней мере, вот для такого простого политропного газа. Давайте это выясним. Значит, вот что такое cс от v. Значит, попробуем вычислить такую величину. единицу поделить на cс квадрат dpdv от cс квадрата. Значит, с одной стороны это будет все равно, что 2 поделить на cс, значит, dcс по dv. Это просто, так сказать, продифференцировал, да? А с другой стороны я могу написать, что это единица на cс квадрат dpdv от dppdrho. Значит, dppdrho пропорциональна ρ в степени γ без 1. Значит, dpdv от dpdv от dpdrho будет пропорционально, ну, давайте я напишу так, чтобы с константой, да? Это будет γ на c на ρ в степени γ без 1. Значит, здесь будет тоже равняться γ на c на ρ в степени γ без 2 умножить на γ без 1 и на dρ по dv. Правильно? Значит, получается, что, ну, это все равно, что... Сейчас напишу. Все равно, что... Нет, это вот эта вот константа. Давайте ее с крышечкой можем написать, чтобы не путать. Так, а эту константу я, собственно говоря, вот отсюда выражу. То есть вот это сюда подставлю, обратно. И получу я вот что. Я получу, что это dpdv поможет на единицу на ρ и на γ без 1. Это означает, что если я цеск... А, подождите, я забыл. На штриху. Вот здесь, смотрите. Получилось, чтобы умножить на ρ, поделить на ρ, поделить на ρ, поделить на ρ, поделить на ρ. Получится плюс-минус гамма без 1 и цеск... Ну, ρ штрих на ρ, вот это-то сократили, а ρ штрих на ρ осталось. Значит, цеск... Это цеск нулевое, плюс-минус гамма без 1 пополам, множить на v. Это означает, что вот эта функция u, которая у нас фигурирует вот здесь. Давайте я ее сюда и напишу. Это v плюс-минус цеск нулевое, плюс гамма минус 1 пополам на v. То есть это будет гамма плюс 1 пополам умножить на v, плюс-минус цеск нулевое. Так что, по сути своей, u просто пропорционально скорости и сдвинута на константу. И удовлетворяет вот такому уравнению Хопфа. То есть мы, опять же, если его будем решать, можем написать, что u равняется u0. Уравняется... Ну да, значит... Ну, в общем, так сказать, решение вот этого конкретного уравнения будем заниматься на семинарах. Ну, видно, что оно, так сказать, решаемо. Что? Вот это, вот оно, вот цеск квадрат. Вот здесь? А, нет, ну тогда, пожалуйста, тогда вот должно быть она цеск в первой степени в знаменателе, если сократили. Вот сюда посмотрите, видите, это ρ штрих на ρ. ρ поделить на ρ штрих, а тут наоборот, ρ штрих поделить на ρ. Значит, вот это цеск идет в знаменатель. Понятно, да? Так, значит, таким образом, значит, что мы показали? Что, значит, во-первых, существуют одномерные решения нелинейных уравнений идеальной гидродинамики, которые называются простые волны. Так? Эти простые волны по своей физической сути представляют собой одномерный нелинейный звук. Вот, значит, который распространяется со скоростью ЦС. Но, значит, проблема заключается в том, что какой бы маленькой я не взял амплитуду этого звука, а амплитуда в этом уравнении задается величиной как раз вот этого В. Вот, В – это нелинейность. Если бы я забыл про первое слагаемое, у меня бы просто получился звук, распространяющийся скоростью ЦС нулевое. Вот. Но эта нелинейность, она есть. И она как раз этого гидродинамического типа, который мы проходили, ну, по сути, это собой это уравнение ХОПФА, значит, звуковая волна, одномерная звуковая волна опрокидывается. Значит, чем меньше амплитуда, тем дольше она может распространяться без нелинейных искажений. Ну, при конечной амплитуде всегда есть конечные расстояния, после которого эти нелинейные искажения становятся большими. Ну, и в конечном итоге звуковая волна превращается в одну или серию слабых ударных волн. Значит, что такое ударные волны и слабые ударные волны, это все на следующей лекции. Спасибо за внимание. Спасибо.